Оставаться красивыми важно в любом положении. Это на практике доказывали стилисты проекта «Большая перемена» новой участницы. Накануне 8 марта героиней программы стала беременная девушка. Можно ли изменить цвет волос девушке в интересном положении и как нужно одеваться, расскажет Елена Демидова. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26-летняя Елена Шалагинова не совсем обычная участница программы. Она – будущая мама. Эта весна для нее особенная. В апреле в семье Шалагиновых ожидается прибавление. Как многие девушки в интересном положении, Елена немного себя запустила. И с помощью стилистов проекта планирует наверстать упущенное. Елен, твоим преображением будут заниматься мастера Центра индустрии красоты. Знакомься, его руководитель Наталья Власова. Здравствуй, Еленочка. Присаживайся, пожалуйста, в наше кресло. Мы с удовольствием с тобой сегодня поработаем, поэтому я хочу представить себе моих мастеров. Мастерка Ларри Светлана. Привет. Прическу тебе будет делать ГНР. Она дизайнер причесок. Ну, и макияжем, как всегда, будет заниматься наша Жанна. Доверяюсь, ваши руки. Мы уверены в том, что все будет прекрасно. Елена, почему решила поучаствовать в нашей программе? Ну, во-первых, весна. Я действительно хочу перемен. А во-вторых, для своего мужа я хочу быть не просто бегемотиком, а очень красивым бегемотиком. Вот. И, ну, посмотрите на меня. Хочется быть женщиной в любом положении. И беременной. И потом, боюсь, не будет времени даже тоже на себя первые два месяца. А тут я вот вся такая шикарная. Скоро в роддом. И буду врачей удивлять там. И сына тоже своего удивлю, своей красотой. На какие перемены ты готова? На любые. Меня вообще... Не знаю. Хочу, чтобы меня удивили. И я увидела себя с новой стороны. Мои друзья, знакомые, родственники. Чтобы вы тоже все порадовались. Все, кто будет на меня смотреть. Сказали, ооо, как это классно. Ну что, тогда приступаем к работе. По правилам нашей программы посмотреть на себя в зеркало снова ты сможешь только после большой перемены. Начинаем. В нашем обществе существуют стереотипы о том, что беременная женщина не может себе позволить красить волосы, не может позволить себе делать макияж и даже стричься. Но это до такой степени глупо и смешно, что хочется, естественно, разрушить эти страшные, на мой взгляд, стереотипы. Красить волосы можно. Другое дело, что лучше, конечно, выбирать красители все-таки натуральные. Такие как хна, басма или тот краситель, которым сегодня мы будем красить нашу героиню. Это безымячный краситель. Что касаемо макияжа, то макияж, на мой взгляд, должен быть естественный, спокойный, нежный, романтичный. Чтобы на беременную женщину было приятно смотреть. Но во время беременности, конечно же, женщина набирает вес, она полнеет, округляется. Черты лица у нее становятся совершенно другими. Щечки тоже кругленькими, полненькими. Поэтому макияж немножко другой нужно делать. Одежда для беременной женщины должна быть свободной. Она не должна сковывать движения. И все юбочки, комбинзоны, брючки, блузоны должны быть выполнены из натуральной ткани. Чтобы кожа, чтобы тело дышало. И оттенки я бы все-таки предпочла нежные, светлые, пастельные. Так у нашей героини были отросшие корни, секущиеся концы. И вообще вид такой был очень неопрятный. Я решила немножко свяжить ей стрижку. Придать нужную форму такую современную и более модную. Ну а про цвет мы посмотрим с вами позже, чтобы наша героиня об этом не знала, что ее будет ожидать. У Елены хорошая форма лица, но из-за беременности немножечко она округилась. Заострим внимание на коррекции лица. Ну а какими будут глаза и губы, вы это узнаете в конце преображения. Елена, преображение наполовину готово. Прическа и макияж сделаны. Разворачиваем? Разворачиваем. Три, два, один. Ого! Ничего себе! Такие волосы мягкие. Такие глаза. Макияж. Действительно, они стали больше макияжных. Я первый раз себя такой вижу, я никогда такого не буду. Наш образ для Елены молодежный, стиляжный. Елена выглядела ровно на свой возраст, ей 26. И беременная девочка тоже может выглядеть стильно. Вы это видите. Наш второй образ для главной героини веселый, весенний, с светлым пальто, активным цветочным принтом и очень удобными макосинами, которые явно подойдут любой беременной девочке. И в них очень приятно и легко ходить. Мои любые. Мои любые. Ну, превратилась. В положении сама по себе красит девушку. Вообще. На мой прикид. Мне нравится. Я поняла, что даже в моем положении можно выглядеть привлекательно, быть привлекательным для своего мужа. Это очень важно в любом состоянии девушки. В общем-то, я очень рада, что поучаствовала в этой передаче. Уважаемые девушки, не бойтесь приводить себя в порядок. Все эти бабушкины вот эти вот приметы, мне кажется, давно уже отошли на задний план. Будьте красивыми, радуйтесь своих молодых людей, мужей. Весна на дворе. В любом положении важно оставаться красивыми. Если вы тоже хотите принять участие в нашей программе, отправляйте заявку на почту, адрес которой на ваших экранах. Возможно, большая перемена ждет именно вас. До встречи. Центр индустрии красоты Натальи Власовой. Улица Кожевенная, дом 11. Телефоны 413-10-76 и 410-85-45. Адрес сайта zikdefisnm.ru Благодарим за помощь в проведении съемок Школу стилей Елена Большаковой Магазин модной одежды для будущих мам Скоро Мама Магазин брендовой одежды Concept Club и детский магазин на сене.